Ежедневно они обеспечивают порядок в судах и встречаются с десятками должников. Несмотря на большую нагрузку, каннские приставы ведут эффективную работу и даже свой собственный праздник находятся на посту. Сегодня, например, им пришлось изъять у должника автомобиль. В этой профессии нужно быть и психологом в том числе. Нужно взаимодействовать и с должником, и со взыскателем. И нам очень часто это удается. Нам навстречу идут и должники, и взыскатели. И помогают нам в нашей работе. За это им большое спасибо. Служба судебных приставов и опасна, и трудна. Но, несмотря на это, сюда стремятся попасти девушки. Галина Шевцова отдала службе более 30 лет и дослужилась до заместителя начальника. На этой должности прошла вся моя жизнь. Другой работы я себе не представляю. Работа, конечно, сложная, но в то же время очень интересная. Когда исполняется решение суда, все мы испытываем какое-то удовлетворение от своей работы. Есть значительное количество граждан, которые обращаются с благодарностью. Именно такие сотрудники являются костяком коллектива и наставляют молодых новобранцев на верный путь. Требования к работе пристава очень высоки, поэтому не каждый может возложить на себя такую ответственность. Требования к профессии судебного пристава должны быть высокие морально-этические качества и знания финансового и юридического законодательства. Поэтому не каждый может работать судебным приставом, не каждый способен на это. И здесь, в связи с тем, что работа очень эмоционально тяжелая, напряженная, могут работать только те люди, которые эту работу любят. К своему профессиональному празднику судебные приставы подошли с хорошими результатами. Благодаря Каннскому отделу бюджеты разных уровней за 10 месяцев работы в сумме пополнились более чем на 70 миллионов рублей. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал.